Цена революции Цена революции Цена ровно 25 лет назад был обнаружен Зимний дворец Петра I соответственно тоже императорская резиденция ну а впоследствии при Елизавете Петровне и дальше зимние дворцы и собственно тот зимний дворец который дошел до нас уже и после пожара 1837 года когда он был в известной степени в значительной степени достроен и перестроен это до до 17 года этот дворец и зимний дворец который мы сейчас видим который стал с 17 уже года эрмитажем зимний дворец был резиденцией российской власти императорской власти а как же перерыв? до лета 1917 года когда туда въехала именно летом в июле 1917 года туда въехала временное правительство но при Павле был перерыв при Павле был перерыв небольшой недолгий зря он оттуда уехал да да ну кстати говоря давайте еще о последнем императоре о Николае Втором похоже что последний император не любил зимний дворец почему? нет я бы так не сказала что он его не любил во всяком случае ну таких вот точных свидетельств в отличие от Павла Первого что хорошо известно но в отличие от Павла Первого Николай Второй такой явной нелюбви к дворцу зимнему не испытывал если вы имеете ввиду переезд царской семьи в собственно задолго так сказать до трагических революционных событий 1917 года из зимнего дворца в царское село то это совсем другая история действительно императорская чета императорская семья удалилась так сказать из столицы и проводила свое время за ее пределами ну в своей резиденции но это не значит что не любили просто так сказать уединились я бы сказала но были еще одни обстоятельства о которых нельзя не забыть коль уж мы все-таки говорим про события 1917 года ведь в советское время практически под запретом буквально была информация о том а что же было в земнем дворце именно с тех пор как император переехал в царское село а кстати последний балл был в 1903 году да там какой-то костюмированный знаменитый в костюмах эпохи царя Михайловича Алексея Михайловича как раз был балл посвященный дом у Романовых естественно а потом они уехали получилось а не затем они уехали нет почему же еще был в 1913 году естественно балл посвященный да и мы в прошлом году в Эрмитаже делали реконструкцию балла который был посвящен как раз трехсотлетию дома Романовых последний императорский балл вот как раз тринадцатый год и опять костюмированный и костюмированный в том числе и был и концерт и был прием причем отчествования дома Романовых продолжались не один день и в дворянском собрании теперь это филармония петербургская ну и собственно в Зимнем дворце это совершенно отдельная история к счастью все документы о том как это происходило сохранились и какая обстановка в 1913 году между прочим была в столице как работали как сейчас бы мы сказали спецслужбы между прочим и как очень неспокойно было в том самом якобы благополучном тринадцатом году и как некомфортно в общем-то чувствовался монарх и его семья это на самом деле важная такая интонационная психологическая вещь перед событиями четырнадцатого а вслед за ним и семнадцатого года но значит постоянной резиденцией все-таки был Александровский дворец в царском селе так что и демонстранты в 1905 году зря шли к Зимнему дворцу желая увидеть императора это все-таки символ понимаете все-таки при всем при том это символ и нельзя сказать что уже совсем не было никогда императора и так сказать императорской семьи в Зимнем дворце все-таки проходили так сказать государственные мероприятия конечно приемы иностранных там делегаций и прочего-прочего на высшем так сказать уровне как мы бы сейчас сказали это все-таки было в главной цитадели а именно в Зимнем я просто подвесила так сказать невольно вопрос о семнадцатом годе вернее о пятнадцатом дело в том что в пятнадцатом году в Зимнем дворце открылся госпиталь и вот это принципиально важная вещь для понимания и того что что принято было в советское время называть штурмом Зимнего дворца. Юлия, знаете, еще одна, по-моему, деталь интересная, тоже связанная с дворцом. Ведь в августе 2014 года все-таки Николай приветствовал с балкона толпу именно из Зимнего дворца. Да, именно из Зимнего дворца, конечно. А символы должны оставаться символами. Это, в общем-то, правильно. Во все времена. И, естественно, появление императора перед народом, скажем, не толпой, а народом, я бы так сказала, все-таки в такой трудный момент совершенно оправданно и очевидно. Ну, не в царское же село было туда народу идти. А народ-то сам пришел или подвозили? Автобусов не было, знаете. Сам пришел. Но трамваи. Да, ну, значит, патриотический подъем и так далее. Но, тем не менее, дальше дворец – это госпиталь. А как все там разместилось? Как это так? Ну, дворец там, мель, красивый и так далее. Нет, ну, опять же, да. Вот что там было сделано? Делаем две, так сказать, два экскурса, что ли, исторические, да? На самом деле, действительно, Зимний дворец, опять же, важно оговориться, Зимний дворец и Эрмитаж – это не одно и то же, да? Зимний дворец вошел в состав Эрмитажа аккурат 30 ноября 1917 года уже большевистским указом, объявлявшим за подпись у Луначарского, объявлявшим Зимний дворец наряду с Эрмитажем государственным. Вот, собственно, и все. До того момента это резиденция, с одной стороны, с другой стороны. Между прочим, это место дислокации, скажем так, временного правительства, где оно и было арестовано в ту драматическую ночь. И, собственно, огромный, действительно, огромный солдатский госпиталь с палатами-залами на 200 с лишним человек. Госпиталь был принципиально сделан как сознательно, как солдатский, а не офицерский, для солдат, раненых на фронтах Первой мировой войны. Причем он был не просто открыт, так сказать, в пропагандистских целях, но и, так сказать, был дан обет императорской семье во избавление царевича Алексея от гемофилии. Так что это имело еще и такой сакральный семейный смысл. Вот, и, соответственно, два года гербовый зал, Николаевский зал, все самые большие залы превратились в палаты. В самых разных залах, включая там малый тронный и так далее. Тронный зал, кстати, большой тронный зал. Георгиевский зал не был отдан под госпиталь по понятным причинам. Трон и тронное место, естественно, не могло быть отдан. Этот зал не мог быть отдан под госпиталь. Во всех остальных были и операционные, и перевязочные, и все то, что требуется для работы огромного госпиталя. Кстати, госпиталь пользовался огромным вниманием, пристальным вниманием, между прочим, у журналистов. Это видно по прессе тех лет. И дипломатических особ. И надо сказать, что по воспоминаниям сестер Милосердия, которые работали в эти годы в госпитале Зимнего дворца, видно, что эти все многочисленные визиты, дипломатические и светские, утомляли и раненых, и врачей, потому что это взбивало напряженный лечебный график, но и объективно затрудняло работу госпиталя. А члены императорской фамилии в этом госпитале как-то работали? Да. Работали нет, но посещали неоднократно. И императоры, и императрицы, и великие книжные обязательно там были. И опять же, по газетам, по правительственному вестнику видно, что эти посещения, особенно великих книжон, были достаточно регулярными. Они раздавали солдатам образки и, так сказать, вели с ними разговоры о том, как они получили ранения, чем они займутся после войны и так далее. То же самое, правда, несколько реже делал и Николай II, посещая госпиталь, тоже высочайше соизволил поговорить с ранеными воинами, как написано в прессе того времени, поддержать их дух, ну и, соответственно, ободрить фактум своего присутствия. Нет, это было, и это был очень хороший символ. Ни одно государство, участвовавшее в Первой мировой войне, ни один монарх, вообще ни один правитель государств, участвовавших в Первой мировой войне, вот такого примера, то есть передачи цитадели монархии под солдатский, это же важно именно, солдатский госпиталь, не сделал. Это произошло только у нас. И тут можно по-разному к этому относиться. То есть пропаганда ли это была искреннее желание, или и то, и другое, но факт остался фактом, и, по-моему, фактом очень интересным. Скажите, а оплачивался этот госпиталь каким образом? Это шло как бы обычной сметой для госпиталей, или это шло за счет имущества семьи Романовых? Разные времена по-разному. Мы бы сейчас могли сказать, что это было диверсифицированное финансирование. Во-первых, в значительной степени госпиталь действительно финансировался, собственно, еще и теми средствами, которые выделялись на госпитале столицы. У коих было несколько, естественно. Во-вторых, собственно, община Красного Креста, Петроградская, активнейшим образом участвовала, и сестры милосердия работали из общины Красного Креста, в том числе Кауфмановской общины, главным образом. Самой жесткой по дисциплине и самой квалифицированной в медицинском смысле. Это, так сказать, известно, так сказать, среди тех, кто занимается историей медицины тоже. Были частные пожертвования, разумеется. И вот все это вместе давало госпиталю возможность быть не только лечебной базой, между прочим, но и научной. Потому что огромное количество операций, в том числе неврологических операций и операций, связанных с лечением опорно-двигательной системы, было приведено в 2015-2016 году именно в Зимнем дворце. Как ни покажется, это удивительно. Ну, а уже во время войны как-то культурные ценности и так далее из вот этих зданий вывозились куда-то? Или они там же оставались? Из зданий одного. Значит, ну, во-первых, и все было во время войны. Господь открылся в 2015-м, да? То есть все было во время войны. Есть подробные материалы о том, и мемуарные, и сугубо, собственно, документальные, о том, как зашивались в фанеру, а потом в белую марлю на фанеру. Что стены, колонны обшивались на уровень человеческого роста, естественно, огромных залов. Ну, представьте себе, например, гербовый зал с великолепными золотистыми, позолоченными колоннами, да, превращенный в больничную палату огромную. Это было, естественно. Все, что составляло богатейшие интерьеры разных эпох, было, разумеется, вынесено из этих палат. Если вы посмотрите на фотографии, они есть. И в значительной степени они, кстати, опубликованы, в том числе и на сайте Государственного Эрмитажа, то видно бесконечные ряды простых, грубых солдатских коек. И табуреточки, и тумбочки, очень все простое и примитивное, как в обычном солдатском госпитале. Ну, соответственно, также были застелены полы там, где это требовалось, да, где был паркет. Ну, и, соответственно, все, что требовало, ну, кроме люстр, да, все, что требовало защиты и охраны, было вынесено из этих залов, вообще из тех помещений, разумеется, которые были так или иначе заняты под госпиталь. Есть еще один интересный момент. Не хочу забыть о нем сказать. Вы знаете, история госпиталя в Зимнем дворце имеет штрих. Штрих этот нанес непосредственно Фаберже, вернее, фирма Фаберже, которая именно во время Первой мировой войны получила единственный в своей истории массовый заказ от государства. А фирма Фаберже получила заказ на изготовление нескольких тысяч солдатских табачниц. Очень простенькие табачницы. Из чего? Оловянные. Простые, металлические, оловянные. Единственным украшением был герб Российской империи. И на обратной стороне этой табачницы 1915 год. То есть год, когда они и были сделаны по заказу государства. Это были солдатские именно табачницы. Одна из них даже выставлялась, кстати, на выставке в госпитале в Зимнем дворце, которая была у нас несколько лет назад. Ну и, соответственно, которая находится в фондах Государственного Эрмитажа. Вроде бы, никаких более аналогов такого массового производства за всю историю фирмы Фаберже не было. Ну, а почему именно Фаберже, кстати, выбрали? Поставщик двора. Тендер был? А тендеры были всегда, на самом деле, и в данном случае тоже. Вообще, очень интересно. И, между прочим, если говорить о тендерах, то я сама столкнулась с большим удивлением ситуации, когда, например, при праздновании 300-летия дома Романовых, о чем мы только что упоминали, в 2013 году, в том числе и при подготовке, прямо скажем, визуального ряда для городских торжеств, как в Петрограде, так и в Москве, естественно, были проведены конкурсы специально среди фирм-поставщиков двора его величества, самых разных фирм, на разные виды украшения города, украшения интерьеров, украшения официальных помещений и так далее, и так далее. То есть, в общем, я бы не сказала, что в те времена с этим было хуже, чем теперь, отнюдь. Может быть, даже честнее. Да, то есть, у вас есть ощущение, что конкурсы прошли вполне так честно, разумно и так далее. По документам. Ну, в то время показалось, что да. Хорошо. А вот еще один наивный, может быть, вопрос. А вот художественные коллекции в тот момент. Во-первых, кто с ними мог знакомиться? Только люди как бы по особому выбору или уже была какая-то система для общественности ознакомления? Давайте сначала. Художественные коллекции, собственно, императорского Эрмитажа. Да, 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 они прежде. Мы понимаем, что это все-таки преимущественно совершенно другие издания. Это в основном, в первую очередь, здание построено Лео фон Кленце. При Николае Первом, да, не будем, так сказать, вносить путаницу для слушателей. Соответственно, надо сказать, что, во-первых, значительная часть вещей из сокровищ Эрмитажа, как вы знаете, как раз из опасений от приближения врага к столице, то есть к Петрограду, была увезена куда? Ввезена в Москву. И надолго, между прочим, там застряло. И с большими трудностями, между прочим, уже после того, как большевики, кстати, пришли к власти, вещи, и даже я бы сказала, не все вещи, но это известно, вернулись обратно в Эрмитаж. А в Кремле они их держали или где-то в других местах? В основном в Кремле, но и не только там. То есть это как раз тоже в течение времени все это меняется. В основном в Кремле. Вот там действительно было безопаснее. Так вот, мы понимаем, что, собственно, Эрмитаж, императорский Эрмитаж, никогда не был, так сказать, открытым для всеобщего посещения. Хотя уже с начала XX века, и, в общем-то, так сказать, с V, VI, VII и так далее годов проводились там и обходы, можно назвать их экскурсиями, действительно, для разных слоев населения. В том числе там могли быть достаточно часто, естественно, студенты Академии художеств, просто студенты, так сказать, по требованию, что называется, но не в массовом порядке. Ну и, соответственно, вот в предвоенные годы, то есть перед началом Первой мировой войны, музей, скажем так, становится более посещаемым. Надо сказать, что любопытно, это видно по книгам и путеводителям вот этих лет, начала XX века, и по газетам, в том числе по большевистским, между прочим, газетам. Агитацию и пропаганду, связанную с доступностью искусства, кстати, абсолютно корректную, проводила именно РСДРП и РСДРП-Б, да, то есть социал-демократы, впоследствии расколовшиеся на большевиков и меньшевиков. Вот они как раз пропагандировали, и, собственно, первое, что сделали большевики, опять же, чуть забегая вперед, придя к власти и объявив Зимний дворец и Эрмитаж государственными, стали водить экскурсии, организовывать кружки для самых разных слоев населения. Что-то им удалось. Юля, скажите, а вот когда вы смотрели документы, связанные с историей вашего замечательного здания, вы как-то видели, кто его охранял, какая была охрана? Когда? Ну, например, когда государь-император там жил. Нет, ну, во-первых, была, в принципе, была же охрана, собственно, во-первых, императорской семьи, естественно, ну, постоянная. Во-вторых, было министерство двора, если вы имеете в виду, собственно, здания, интерьеры, хранители, смотрители. Опять же, мы говорим о Зимнем дворце, а не о Эрмитаже. В Эрмитаже был свой штат обязательный, естественно, который состоял из охраны, смотрителей, хранителей. Там не было такого, естественно, понятия, как научный сотрудник, но подразумевалось, что, естественно, те, кто хранит, те понимают и изучают то, что они хранят. Что касается самого Зимнего дворца, опять же, есть документы, в том числе, поразительные совершенно, касающиеся, в том числе, той самой роковой ночи, 25-26 октября 1917 года. И, соответственно, документы, говорящие о том, как фиксировали хранители то, что произошло в ночи 26-го и что творилось 27-го. Вот. Кстати, по-моему, в начале передачи я оговорилась, я сказала, что Зимний дворец стал вместе с Эрмитажем государства 30-го ноября. Нет, 30-го октября. Ну, то есть через 4 дня после революции. Просто случайно оговорилась. Вот. Поправляюсь сейчас. Вот. И вы знаете, на самом деле и охрана, и уход, в том числе повседневный уход, и в те времена, когда это уже было госпиталем, да, нанесли обязательные сотрудники, которые для этого и были взяты на работу. А резиденция? Вот кто ее охранял? Зимний дворец как резиденцию? Полиция? Там какое-то специальное подразделение? Что это было? Видимо, все-таки на полицию это возлагалось? Снаружи, да, конечно, на полицию, но, естественно, поскольку это резиденция. А внутри, то есть, собственно, все входы, выходы, покои и так далее, естественно, швейцары, служители и, собственно, служба охраны двора. И, опять же, Министерство двора отвечало, естественно, за безопасность членов императорской семьи и вообще тех, кто находится во дворце. Это тоже одно из подразделений Министерства двора, достаточно разъясленного. Ну что ж, вот мы подходим к 1917 году. Вот с момента революции и до въезда временного правительства, что там происходит? Революции какой? Февральской? До февральской, конечно. Момент революции у нас очень такой протяженный, да? Ну, у нас есть несколько месяцев, да, до въезда временного правительства. Да, конечно, а там происходило то, что там был госпиталь. Там ничего специального. И вот после 1915 года, с того момента, как там был госпиталь, ничего специфического там не происходило. Министерство двора выполняло свои повседневные функции. Собственно, госпиталь функционировал в том амплуа, которое ему было предназначено. Эрмитаж, это, кстати, тоже надо понимать, Эрмитаж был отгорожен от Зимнего дворца, это важно, и жил своей трудной полувоенной повседневной жизнью. Но, опять же, это ведь тоже не случайный факт. А почему, собственно, летом Временное правительство въехало? Что, как говорится, мало помещений было, что ли, в Петрограде? Так вопрос-то крутился, потому что зданий много, столичный город. Я думаю, опять же, документы, в том числе мемуары и просто архивные документы, говорят о том, что это тоже был символический жест. Безусловно, надо было обнародовать, что ли, или обозначить некую преемственность власти, ее, если угодно, легитимность. Вот с этим был, с этого был недостаток, по-моему. С этим была большая проблема, действительно, и все последующие годы, между прочим, тоже. Как-то не складывалось. Ну, революция, она и есть революция, все-таки переворот. Причем революция в случае с февральской, так сказать, не вполне законченная. Ну, что и привело к второму ее еще более трагическому этапу. Так вот, я не могу утверждать, ну, так, по психотипу, я думаю, что значительная часть, значительная часть этой энергетики, импульса переезда именно в Зимний дворец, принадлежит Керенского, как-то похожа. Знаете, мне кажется, что еще есть такой момент. Вот ведь не было специального здания в Российской империи для заседаний Совета министров. Он же появился только в 20-м веке. Конечно. И они где-то собирались в разных местах, собственно. Ну, хорошо. Но, тем не менее, были разные места. Неважно, это Петоградская дума, или это Таврический дворец, тем не менее, были места, которые были свидетелями, эти места, и участниками самых разных событий, как раз, ну, начала 20-го века, и, собственно, революционных, предреволюционных, ну, и последовавших событий. Тем не менее, не случайно был выбран Зимний дворец. Что, кстати, сразу породило множество слухов и мифов. Да? Вот-вот-вот. А то, якобы, они там постоянно жили. На кровати Александра Федоровна. Вот-вот-вот. На самом деле... А как оно было на самом деле? Ну, у нас же там не было. А никаких документов на этот счет, на самом деле, мне, во всяком случае, неизвестно. И, в общем, не только мне. Все-таки это была резиденция, а не место жительства. Хотя есть, опять же, ну, очень косвенная информация, что Брешко-Брешковская какое-то время пребывала в Зимнем. Ну, опять же, точных... А сам Киренск, это разве там не ночевал? Ну, видите ли, в чем дело? Совершенно доподлинно известно, что Временное правительство, гарантированно, ночевало в Зимнем дворце только одну, в полном составе, ну, как раз без Киренского. Ночевало в Зимнем дворце ровно с 25 на 26 октября 1917 года, совершенно заблаговременно поняв, что они не покинут, в прямом смысле, уже почти боевой пост, и будут ждать стремительно развивавшихся событий. И в это время в Смольном проходил второй Всероссийский съезд Советов. И надо понимать, опять же, что Временное правительство незадолго до этого съезда отклонило ультиматум о низложении. И, соответственно, буквально вынуждено было осесть в Зимнем дворце и практически там забаррикадироваться. Ну, чего, как мы знаем, не произошло, и потому особой необходимости в штурме Зимнего дворца, конечно, не было. Насчет ночевок. Я могу гипотетически предположить, но исключительно по косвенным, так сказать, материалам. Ничего такого конкретного в первоисточниках нет, что еще когда-то Временное правительство ночевало в Зимнем дворце. Нет, это было их место работы, они вечерами расходились по домам. Возможно, это было, опять же, еще какие-то ночи, когда ситуация была кризисной, на исходе лета 1917 года. Хотя точных подтверждений, опять же, по протоколам, в том числе чудом сохранившимся фрагментам заседаний Временного правительства, такого сделать вывод нельзя. Кстати, о протоколах. Вы знаете, в частности, сохранились воспоминания, они есть у нас в Эрмитаже, в Эрмитажном архиве. Они были переданы туда буквально в 90-е годы. Воспоминания Александра Зиновьева. Не путать с Григорием Зиновьевым. Александра Зиновьева, начальника Красного Креста Петроградского, который жил на Литейном проспекте, ну, в Литейной части Петрограда. Естественно, будучи руководителем Красного Креста, 26-го утром пришел в Зимний. Был впущен, на удивление, хотя его охраняли уже, так сказать, пролетарии и Красная Гвардия, но его пропустили по пропуску именно Красного Креста. Так вот он вспоминает, что в Малахитовом зале, где императрица обычно принимала визиты, все было усыпано, весь пол, мелкими клочками бумаги. Это недогоревший архив временного правительства, который жгли его члены вот в ту самую ночь. Потому что камины два, которые были в этом зале, и в малой столовой, где они были арестованы, просто, видимо, не успели, так сказать, переработать такое количество материала. И просто когда наступил час икс, эту бумагу рвали. Юлия, скажите, а какие помещения были выбраны временным правительством для размещения? Вот сейчас какой-нибудь экскурсант может там пройти, посмотреть? Ну, вы знаете, практически специальных таких экскурсий, конечно, нет. И вообще, кроме меня. Я тут, знаете, каждый год, в основном, это даже не специальные экскурсанты, а как раз журналисты, кстати, которые интересуются, как же и кто что-то сформовал зимний. На самом деле было несколько помещений. И в библиотеке. Они заседали, и есть фотографии, кстати, о том, как в императорской библиотеке Николая заседает временное правительство. Как раз там и Керенский на фотографии, если не ошибаюсь, есть. Собственно, там малая столовая, где все и произошло. Малахитовые залы, близлежащие залы. Ну, и часть залов и Невской анфилады. Ну, это для каких-то больших, так сказать, событий. А так это были действительно в основном, собственно, рабочие помещения. Ничего, никаких бесчинств, и уж ничего такого пусть, что временное правительство действительно себе не позволяло. А вот что касается, опять же, того, возвращаясь просто к нашей теме 7 ноября, что временное правительство, и почему оно было в малой столовой помещении, это крошечное на самом деле, да. И те знаменитые часы носорог, которые, ну, совсем не тогда были остановлены на времени 2.10, собственно, когда закончилось время Российской империи и временного правительства в нашей стране. Вот, это произошло гораздо позже, несколько десятилетий спустя, уже при музеификации этого пространства. Никогда, собственно говоря, этих экскурсий не водилось. Знаете почему? Ну, очень надо было бы много мифов развенчивать, что в советское время было бы невозможно. Все же привыкли, это видно даже по людям, в общем-то, искушенным, что фильм Сергея Эйзенштейна 1927 года про штурм Зимнего дворца, ну, октябрь, воспринимается как подлинный исторический документальный фильм. А он абсолютно художественный во всех смыслах этого слова. Ну, вот, ну, например, несколько дней назад, вот сейчас я просто вспомнилась, я водила группу съемочную одного из центральных наших телеканалов, и журналист был страшно изумлен, например, тем, что Октябрьская лестница и Советская лестница – это совсем не одно и то же. Я просто поясню на всякий случай, что Советскую лестницу спасло от переименованиями именно, конечно, ассоциативное созвучие, да, с Советской властью, хотя эта лестница, к большому счастью, ничего общего с Советской властью не имеет. Эта лестница, по которой Государственный совет шел, ходил к императору, собственно, и зал Совета, который сейчас есть в Эрмитаже, собственно, вот для этого и был предназначен. Октябрьская лестница, опять же, это такой миф, она получила свое название гораздо позже, чем стала героиней октябрьских событий 1917 года. Эта лестница в частные покои Ее Величества, это, если стоять лицом к Зимнему дворцу на Дворцовой площади, это крайний левый вход. Маленький, не очень, так сказать, заметный, но симметричный ему, с другой, с правой стороны Зимнего дворца, комендантский. Вот просто эта дверь оказалась с Дворцовой площади единственной, не запертой. Вот по нему Антонов Овсенко с командой и вошел. Да, ну давайте немножечко тогда начнем про мифы все-таки. Мы только о них говорим. Да, вот эти события-то октябрьские, как все развивается? Кто пытается защитить Зимний дворец, какими силами, собственно, где эти герои, да? Или антигерои. Кому как. Кому как, да. Ну, скажем так, где герои событий. Вы знаете, на этот счет тоже есть, я бы сказала, самые противоречивые источники. С одной стороны, доподлинно известно, что, конечно, там были юнкера. И есть несколько фотографий, которым можно доверять, потому что это подлинные фотографии. Такого пересменка юнкерского, которая у юнкера находится и в пикетном зале, и перед Малахитовым залом как раз, и в Александровском зале. Это юнкера, которые еще оставались в Зимнем дворце. Кстати, есть также свидетельство, что у большевиков были основания подозревать, что сестры Милосердия и врачи госпиталя в Зимнем дворце помогали юнкерам спрятаться и избежать арестов. Это действительно так. Как только началась стрельба, только не из Авроры, конечно, а из пушек Петропавловской крепости. Это, кстати, еще один миф насчет Авроры. Все уже теперь знают, что был только один выстрел и холостой. Их вот, тем не менее, когда началась стрельба, юнкера побежали искать спасение действительно в госпитале и просить медсестер их спасти. Да, так вот, сколько же их было все-таки? Кто это знает? Точных подсчетов, вот сколько их было, роты, несколько рот, неизвестно. И потом, в течение этих суток, о которых идет речь, состав многократно менялся, и количество многократно менялось. Кстати, если еще успеваем до перерыва сказать, нельзя не забыть и о женском батальоне, который топтался в течение нескольких суток, между прочим, под Зимним дворцом. Опять же, есть и воспоминания, в том числе, продавцов магазинов и всяких лавочек профимерных вокруг Зимнего, около Зимнего, вернее, расположенных на улицах, прилегающих к Дворцовой набережной и Невскому проспекту. Что очень многие участницы этого женского батальона, солдатки, как их назвать, прибегали, во всяком случае, руки помыть, купить себе, потому что они и расквартированы не были, и не были отпущены. И поэтому буквально несколько суток это стояние женского батальона и последняя защита Зимнего дворца, в том числе и юнкерами женского батальона. Да, в общем, символично. Женщины защищают вот эту, все-таки, относительно легитимную последнюю... И мальчик инкера. Да. Юлия Кантер в эфире «Эхо Москвы», и мы продолжим после короткого объявления. Цена революции. «Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы». Обратите внимание, с понедельника по четверг, с 14 до 17 часов, программу «Дневной разворот» ведут Алексей Осин и Ирина Меркулова. «Дневной разворот» с понедельника по четверг, с 14 до 17 часов. После 19 часов в программе «Особое мнение» «Свое особое мнение» выскажет главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. «Особое мнение» после 7 вечера. Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». «Эхо.msk.ru» Разбор полета. В этот понедельник после 21 часа гость программы «Разбор полета» режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн. Не пропустите. В понедельник после 9 вечера. Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте. Актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой сообщества «Наше». День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы». «Цена революции» с Михаилом Соколовым. Продолжаем наш разговор с гостем из Петербурга, доктором исторических наук Юлией Кантер о зимнем в октябре. Юля, скажите, а вот еще там был такой сюжет. По-моему, были представители казачества. Они там что-то постояли, постояли, постояли и ушли. Бросили временное правительство. Опять же, вот кто бросил, а кто не бросил. Они действительно постояли, команд никаких не было. Казаки стояли. Керенский, ну, он утром 25 октября покинул, собственно, Зимний дворец. Но не в женском платье, как любили рассказывать. Вот, опять же, как и в чем. Он покинул в открытом автомобиле, причем в шляпе-котелке. Все это было известно, зафиксировано и даже, в общем-то, зафотографировано. То есть он не прятался? Он отнюдь не прятался. Я бы сказала, он уехал демонстративно. Хотя, в связи с этим возникает вопрос, а зачем председателю временного правительства, давайте так, всерьез, ехать, он ехал в Гатчину, ну, как известно, поднимать верное и временное управительство войска как раз. Вот мы только что говорили, упоминали о казаках, женском батальоне и инкерах. Но понятно, что в случае штурма и вообще в случае эскалации конфликта, как бы мы сейчас сказали, этими крохами, конечно, не обойтись. Так вот, Керенский уехал агитировать войска, ну, и ему, как известно, уже не удалось вернуться в Петроград и уж тем более подобраться к Зимнему дворцу. Знаете, у меня есть такая версия, я вот когда готовился к передаче, подумал. Все-таки Александр Федорович был человек такой с историческим сознанием. Он мог же помнить историю Тьера и Версальцев. Вот когда французская власть покинула Париж, оставила его коммунаром, а потом спокойно собрала войска и взяла власть снова. Совершенно верно. Это было бы так, ассоциация бы работала. Именно, вот я почему и говорю, что у меня возник вопрос, именно потому что, понятно, Керенский был, а, человеком образованным, во-вторых, аффективным, в-третьих, артистичным или склонным, во всяком случае, к позе и к актерству, да, и в-четвертых, уж действительно, с историческим сознанием. Или, может, во-первых. Так вот, не получается. Он оставил фактически в заложниках своего правительства и отъехал. У меня в связи с этим есть вопрос. Это как минимум недалиновидно. Нельзя, ну, послал бы кого-нибудь из находившихся там, из оставшихся там. Но он поехал сам. Что это за демонстративный жест? В такой момент бросить цитадель. В данном случае цитадель законной власти. Это тогда, когда буксует съезд Советов в Смольном, когда непонятно, что происходит, и когда совершенно очевидно, что после отказа принять ультиматум об отставке временного правительства, исходившей из Смольного, да, будет буря. Ну, понятно, буря грянет. Она и грянула. Так что, ну, история не знает сослагательного наклонения, но вопросом стал все вопросом. И, конечно, никаких шансов на то, что войска успеют дойти до Зимнего в эти несколько часов практически не было. Вот оно, временное правительство, осталось заседать в столовой. Ну, знаете, я бы еще заглянул в ныне тоже принадлежащий вашему музею генеральный штаб. А что там происходило? Никто вот не знает. Там же сидели какие-то офицеры. Там была связь. Почему они этим не воспользовались? Ну, естественно, это был Петроградский округ. К большому, действительно, удивлению и недоумению, это тоже в том числе и историков, занимавшихся армией, да, вот ситуацией в армии, в армии были, как вы знаете, брожения. Более того, вы прекрасно знаете, что и Петроградский гарнизон, мягко говоря, как-то не был готов абсолютно лояльно поддержать Временное правительство. Это, кстати, то, из-за чего Керенский мотивировал, что он поедет туда в гачи, но некого было поднимать. И какая реакция была бы, в лучшем случае, нейтральная на той же Дворцовой площади из генерального штаба? Армия воевала с внешним врагом, да, понятно. Офицерство было расколото, и мы это прекрасно знаем по тем событиям, которые незамедлили случиться во время Гражданской войны уже после революции. Какое количество царских офицеров отнюдь не пошло к белым, а очень даже присягнуло к красным. Между прочим, во главе с генералами штаба, и в том числе генералом Боч-Бруевичем. Так что... Но если заложников семью брать, правда, может, и присягнешь, действительно. Не-не-не-не-не, давайте не будем, вот тут, извините, я тоже, как и вы, Миша, не люблю большевиков, но давайте не будем передергивать. Все-таки заложничество и децимации возникли гораздо позже, чем тогда, когда в 1917 году большое количество царских офицеров пошло в так называемую завесу, если вы помните, да, сначала бороться с внешним врагом. С немцами, с немцами. И еще, более того, мы с вами прекрасно знаем по документам, что и поручики, и полковники, и капитаны, и штабс-капитаны именно царской армии, после того, что с ней случилось перед Первой мировой и во время этой войны, будучи полностью разочарованными, и в императоре, и в позиции, между прочим, в позиции самого Керенского и Временного правительства в целом, и в отношении к войне, и в отношении к армии, готовы были идти, как говорится, хоть к черту, посмотрите мемуары, и даже вот к черту они и пошли, то есть к большевикам. Ну да, но кандидаты в Бодопарты, в общем, во всякой революции имеются, так что это неудивительно, конечно. Ну, как говорил один герой, самозванец на трон, я понимаю, но самозванец на плаху, и, увы, значительное количество, если не сказать больше царских офицеров, уже начиная с 20-х годов, были репрессированы той самой властью, которую они сами же и поддержали. Юль, скажите, вот всё-таки об осаде Зимнего дворца, как, опять же, это выглядело? Я понимаю, у нас тут карты нет, мы, так сказать, только руками можем разводить, но, тем не менее, вот площадь, вот Нева, вот где эти атакующие там какие-то, которые потом в кино показывали? Да, где вот эта вот там людская лава, которая через арку главного штаба по Дворцовой течёт, когда люди штурмуют, якобы закрытые, якобы штурмуют наши красивейшие ворота с орлами, в главный большой двор Зимнего дворца, не было никакой лавы, люди были. На самом деле, картинка рисуется тоже очень кинематографическая, но совершенно документальная, её можно реконструировать. И, кстати, вообще событиями в Зимнем и в Смольном, одним из первых ещё историков в советское время, очень часто занимался Виталий Иванович Старцев, кстати, первый, кто практически поминутно разложил картинку и съезда Совета в Смольном, ну и, соответственно, довольно чётко указал, что происходило в Зимнем. Потом было много исследований на эту тему, когда это уже стало возможным. Так вот, старательно охранялись входы в Зимний дворец со стороны Дворцовой площади. Ну, Эрмитаж был закрыт полностью, всё, вне кризиса, он был просто полностью закрыт. Вход, так называемый, Иорданский, со стороны Дворцовой набережной. Я объясню, почему он так называется. Иорданский ход, Иорданская лестница – это главная лестница Зимнего дворца, самая красивая, так называемый, открыточный вид Зимнего. Это лестница, по которой члены императорской семьи во время крещения спускались в Иордань, то есть в прорубь на Неве. Так вот, эти входы охранялись. Но, опять же, то там менялись вахты, то двери закрывались изнутри. Опять же, надо понимать, что и Иорданский вход, и два входа со стороны Дворцовой площади были, так сказать, закреплены за госпиталем. И это не давало возможности их перекрыть вообще, если речь идет о Зимнем. При этом, действительно, назовем это осадой, но кто стрелял? И, кстати, это очень важный вопрос. Стрельба-то была и несколько, и погибшие были, и тяжелораненые были. Стреляли пушки с Петропавловской крепости. С крейсера «Аврора» тут ни про чем. Крейсер «Аврора», кстати, распространил буквально 27 октября, то есть через сутки после того, что случилось, разъяренное, я бы сказала, обиженное письмо, подписанное командой, о том, что не надо верить досужей прессе, и что «Аврора» не обстреливала цитадель, и что «Аврора» действительно дала предупредительный выстрел, холостой, из орудия номер один, это правда, чтобы подготовить суда к бдительности. И там это письмо, кстати, уже достаточно давно опубликовано. «Аврора» при чем? «Аврора» дала выстрел, и выстрел холостой. Другой вопрос, что через некоторое время действительно палили пушки по Зимнему дворцу с Петропавловской крепости. Это как раз понятно, да, расстояние крошечное. И огромное количество осколков. Шрапнелли попало в анфилады, в залы Невской анфилады, так называемая, а залы Невской анфилады, как мы с вами сегодня уже говорили, были отданы госпитали. И вот как раз, опять же, никогда в жизни большевики не могли это признать, потому что весь миф об большевистском благородстве и гуманизме рушится от одного факта, что большевики стреляли по лежачим. То есть они обстреляли госпитали. Они просто обстреляли госпитали, прекрасно зная, что там находится именно госпитали. Они также знали, что там находится и временное правительство. Но когда большевики заботились о людях, да, им нужно было напугать. Это была очевидная психическая атака. И, кстати, вы в пробросе сказали о том, что, да, был миф о том, что Керенский якобы бежал в платье женском. Причем, если мы вспомним знаменитую картину бегства Керенского из Гатчины, да, то он как раз бежит в платье в сестре Милосердия, правда? Ну, из Гатчины понятно почему, потому что он поехал действительно туда, а у платья сестры Милосердия тоже понятно. Он из зимнего якобы в большевистской мифологии бежал, переодевшись сестрой Милосердия. Опять же, у этого мифа, как у любого мифа есть, некоторая доля правды. Дело в том, что когда несколько группок штурмующих, именно группок, а не больших групп, извините за грубое слово, шныряли по зимнему дворцу в поисках временного правительства, потому что ни планов дворца, ни уж тем более места расположения, так сказать, штаб-квартиры временного правительства, ни у кого из проникших в зимний дворец не было. Первое, на что они натыкались, это, естественно, огромные госпитальные палаты. И предполагая, что временное правительство может прятаться именно там, большевики, ну и большевистские, так сказать, большевистки настроенные массы, которых было там очень немного, срывали бинты с раненых, особенно с челюстно-лицевыми ранениями. Предполагаю, что это таким образом замотанные, замаскировавшиеся министры временного правительства. Надо отдать должное раненым солдатам. Те, кто был по Байчею, то есть те, кто мог передвигаться и уже выздоравливающим был, дали внушительный отпор тем, кто пришел к ним, то есть к штурмующим группу, спустил их с лестницы, в том числе и с Аорданской, и действительно известны и по мемуарным источникам, и по фиксациям, известны случаи, когда в качестве орудий обороны от штурмующих раненые избирали не только там табуретки и костыли, но и сосуды для справления естественных нужд. Так что первую группу штурмующих, в общем, получили вполне по заслугам. Но в госпитале царила страшная паника. По воспоминаниям сестер Милосердия, которые хранятся у нас в Эрмитажном архиве, можно реконструировать эту картину. Раненые страшно испугались. Во-первых, непонятно, кто стреляет, почему стреляют именно по госпиталю, и что нужно делать дальше? Прятаться, уходить или, наоборот, давать отпор? То есть, вот это была паника. И все спрашивали, будут ли стрелять еще. В это время отряд Антона Вовсеенко, пока не получает никаких четких указаний вообще, что делать, идет по Зимнему дворцу, блуждает по темным золам. А место вот по этой боковой лестнице, да, пробрались? По той самой боковой лестнице, которая, лестница Ее Величества, небольшая лестница, она оказалась во всяком случае неизвестна, чтобы там была охрана, и даже неизвестно, что при входе кто-то их останавливал. И вот они пошли по помещениям, которые были личными, не парадными покоями, видимо, поэтому там никого, собственно, и не было. И пока они шли, пытаясь найти в полутемных залах кого-то, они ведь не дошли еще и до госпиталя тоже, это гораздо в большом расстоянии от этого входа. И вдруг, войдя в темный малахитовый зал, они услышали голоса. А там ни охраны внутренняя не оказалось на их пути. На их пути никто, а им действительно повезло, потому что было еще несколько групп, которые, так сказать, ходили параллельными путями, но натыкались действительно и на сопротивление, и на юнкеров, и на охрану. Но Антону Афсенко повезло, и вот они, так сказать, замерли, его группа замерла в малахитовой столовой, как раз потопталась по бумажкам и распахнула двери. Ну что ж, Юлия Кантер нам рассказывает о драматических событиях октября 2017 года, еще одно объявление. Цена революции. Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru Заходите и оставайтесь. «Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале, а потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте. С той весны и этой зимой тоже. Все, что вы хотели знать про «Эхо» и не боялись спросить. Значит, это ваша проблема. Наконец-то! Свежие рейтинги подробно. Лучшие интервью и темы недели. Самые популярные программы в эфире и на сайте. Изнанка наиболее заметных эфиров. И прямая речь первых лиц редакции без посредников. В последний час каждой недели подводим ее итоги и строим планы на следующую. Дмитрий Борисов, Александр Плющев, при участии Алексея Венедиктова и всех-всех-всех. По воскресеньям после двадцати трех часов. Эхо-друм. В программе «Точка» мы рассмотрим перспективы трансграничной интернет-торговли. А в гостях будут Александр Иванов, директор Национальной Ассоциации дистанционной торговли. Герман Клименко, президент Ассоциации по развитию электронной коммерции. А по телефону мы услышим Владимира Долгова, главу российского представительства «Ибэй». Да, и соведущей будет Татьяна Фильгенгауэр. Эхо Москвы. От винта. Цена революции. С Михаилом Соколовым. И мы продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Юлия Канта. Самый драматический момент – вот арест временного правительства. Ну вот я на интригующей интонации и распахнули двери как раз и прервалась до объявления. На самом деле двери распахиваются и наступает пауза, потому что это двери из Малахитового зала, ведущие как раз в малую столовую, где в полном составе, за исключением Керенского, находится временное правительство. Вот они и разговаривали, и их голоса услышал Антонов Овсеенко. Надо ему отдать должное, он не растерялся и произнес свою сакраментальную, знаменитую, вошедшую во все учебники советского времени, фраза «Именем ВРК, Временного революционного комитета, объявляю вас арестованными». И никто не попытался сопротивляться, штатские люди? На самом деле никто, во всяком случае, даже в большевистских материалах, ну и, насколько известно, в сохранившихся и, так сказать, иммигрантских, нет никакой информации о том. Во-первых, это был шок. А во-вторых, кто этот ВРК вообще, кто эти люди? И еще было совершенно понятно, что любое сопротивление будет, так сказать, пресечено на месте выстрелами в упор. Отряд Овсеенко был, конечно, вооружен. Но, простите, но на самом деле на тот момент все было, как бы, скажем, цивилизованно. Целено Временного правительства арестовали, отправили в Петропавловскую крепость на машинах, опять же, без какого-либо, ну, так сказать, насилия. А вот дальше, а вот дальше наступило дальше. То есть им повезло. Можно сказать, что им повезло. Такие вот люди, значит, их можно было довести до Петропавловки. Вы знаете, дело даже не в том, что они были ценные люди. Большевики еще не вошли во вкус. Они еще не чувствовали себя хозяевами. Я думаю, что именно это спасло Временное правительство. Действительно, если мы посмотрим даже по поведению, поступкам большевистского правительства в первые недели, скажем аккуратно, недели их прихода к власти вследствие государственного переворота, они прекрасно понимали, что это государственный переворот. И во всех документах, не то что первых недель, а первых лет советской власти, события 25 октября назывались «Октябрьским переворотом», без малейших эфемизмов. В этом смысле у большевиков честности хватило. Так вот, они вели себя очень корректно. Они объявили Зимний дворец государством, чем, между прочим, его спасли. И таким образом и наш музей избежал участи французских дворцов, периода французской революции, Версаля в том числе. Более того, решили сотрудники, члены министерства двора и сотрудники Эрмитажа присоединиться к забастовке государственных служащих. И никто их ни за что не покарал. И Луначарский решил, что не будет вмешиваться. Все конверты директивные, которые приходили от большевистского правительства в Эрмитаж, отправлялись обратно, будучи неразпечатанными. Это была принципиальная оппозиция. И никаких репрессий в это время не последовало. А вот самосуды, юнкера, женский батальон, действительно было же насилие. Да нет, насилие, а как может быть революция без насилия? Были. И с обеих сторон были. И понимаете, когда, тут важно еще понять, что власти в городе нет. Город, огромный столичный город, парализован. Топа. Часть работает, часть не работает. Что-то такое происходит. А трамваи ходят, кинематографы работают. Трамваи ходят, кинематографы работают, рестораны вовсю работают. Но вот такая хмельная история, кстати. Тоже это ведь не миф. Погреба? Многие знали, конечно. Многие знали, что есть и погреба. Это, конечно, красиво звучит, что вода в зимней канавке стала красной. Она стала красной, но от красного вина. Был такой момент, когда из бочек стали спускать вино, понимая, что иначе ситуация вообще выйдет. Избуд любого вообще контроля. Ну, конечно. Вином-то попользовались. Вина-то попили в подвалах. Да, сухой закон же был. Да. Ну, а тут как раз, ну что, бери, пока дают, лей, пока льется. Это было. То есть сейчас штурма вообще шла целевым назначением за вино. Ну, да, конечно. А почему бы и нет? И потом, опять же, что-то, как мы выяснили, штурма не было, да? Ну, что-то же происходило. Невроз-то какой-то был, мародерство-то было. И опять же, несколько магазинов, несколько витрин погромили в центре города, да? Не было массового такого, да, всплеска. Ведь правильно говорили и сами большевики, власть валялась на Дворцовой площади. Ну, кто бы подобрал? Ну, они бы и подобрали. И это, конечно, главное, когда революцию не заметили. А сколько все-таки жертв? Вот столько современные историки подсчитали, потому что шла речь там о 17-ти, то ли о 20-ти, все-таки кажется побольше. Вы знаете, нет цифр. Это наша вечная проблема. Мы миллионы-то посчитать не можем, не только единицы. Ну, я была бы очень аккуратна в цифрах. Я думаю, что несколько десятков с учетом и юнкеров, и тех раненых, находившихся в госпитале, которые погибли от осколков, жертв самосудов и вот таких вот жертв, я думаю, что было несколько десятков. Ну, а потом уже начался, собственно, красный террор, но это все было позже, да? Потому что, собственно, в жертву революции мы их записать, собственно, революции, вот, так сказать, пика, да, 25-го октября мы не можем. Данных, и потом данных о точных жертвах просто нет. И потом уже было не до того. И какая-то часть, я так понимаю, оборонявшихся, так называемая, она просто разошлась? Она растворилась. Она просто растворилась. Опять же, не было никаких команд. Что делать-то? Но к утру 26 октября 1917 года зимний был взят под охрану Красной Гвардии и отрядов пролетариата, именно просто под охрану. Госпиталь закрыт, и его раненые были отправлены под другим госпиталем столицы. Соответственно, зимний дворец тоже был закрыт. Ну, и взят, как я уже говорила, под государственную охрану. Все разошлись. Потому что, опять же, а что больше было делать? Музей никого не интересовал, слава богу. Правительство арестовано временное. Нового правительства нет. Большевики захватили власть. И все. Город продолжает жить как будто бы, вот это принципиально, как будто бы обычной жизнью. И, между прочим, все думают, уж февральская-то революция была недолговечной. А это и совсем не пойми, какой путь, бунт и так далее. Это тоже будет ненадолго, и, наконец-то, вернется какая-нибудь законная власть. Но, как вы знаете, эта незаконная власть аж до 1991 года просчитывала. А как-то пограбили при штурме? Есть какие-то исследования? Есть материалы, да. Да, есть материалы, и в том числе и опубликованные. Комиссия же, по-моему, создавалась специально. Комиссия создавалась, но еще до комиссии, буквально в первые же дни, это 28, 29, 30 октября 1917 года, служители, сотрудники министерства двора, служащие министерства двора, простите, пишут отчеты, каждый о закрепленной за ним территории. Из этих отчетов, связанных с ситуацией в Зимнем дворце, и из фотографий, между прочим, того же времени, сделанных уже, собственно, и большевистскими фотографами, и вот теми, кто там был до, собственно, того, как Зимний дворец стал государственным. Вы знаете, катастрофических разрушений нет. Отличные какие-то ручки, да. Иногда срезаны обои, да, материя, наиболее красивые или наиболее яркие, которые понравились, неизвестно кому, кстати, да, просто там толпе, которая в это время, так сказать, могла входить-выходить из дворца, выходить во дворец. В будуаре императрицы что-то было, так сказать, пограблено, скажем так, но массовых разрушений не было. Разбиты несколько ваз, но это все не, так сказать, не катастрофично. Я думаю, что это, знаете, с чем еще связано, что не было такого разгрома и погрома. Мне кажется, это связано с тем, что все-таки для людской массы Зимний дворец был по-прежнему в сакральной территории, и они просто не решались уж особенно там бесчинствовать. Ну и последнее, буквально коротко, вот там был создан Государственный музей революции. Он сколько прошло, что... Государственный музей революции делил в прямом смысле крыши и помещения с дворцом искусств, собственно, с Эрмитажем до 1944 года, и выехал оттуда уже только после снятия блокады Ленинграда. Спасибо. Юлия Кантер была гостем студии Эхо Москвы, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Государственного Эрмитажа, вел передачу Михаилу Соколову. Цена революции с Михаилом Соколовым. Корректор А.Кулакова Игорь Негода. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова